Стоит только пошутить, и люди сразу «Эй, чего это он? Он должен быть хорошим имамом, чё он шутит-то? Чё это он смеётся? Хороший имам не смеётся? Хороший имам должен быть хмурый постоянно». Вы о чём? Пророк делал так, что присутствующим рядом с ним было комфортно, и за счёт смеха в том числе, за счёт шуток. Бывают же люди шутники. Пророк любил таких? Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его пророку, семье пророка и его сподвижникам. Так, о чём я говорил до намаза? О том, что смеяться — это тоже сунна пророка. И человек, который в стрессе пребывает, его же это так подавляет, тем более здесь, на Западе. Надо и посмеяться тоже, не чрезмерно, конечно. Причём это в разных хадисах передаётся, что пророк смеялся. Когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, смеялся, можно было увидеть его зубы. Жена пророка Аиша, Аллах доволен ею, рассказывала, что пророк никогда не смеялся так, что было видно то, что у него во рту. Не так. Потому что такой смех чрезмерный убивает ваш нур, свет в сердце. Так учёные говорят. Пророк смеялся примерно так. Ну то есть, скажем, смех через улыбку. Зубы были сомкнуты. Сдержанный такой смех. Говорится, что когда пророк смеялся, иногда были видны вот эти его зубы, а иногда и дальше. Но тем не менее, пророк смеялся сдержанно. В крайнем случае, когда пророк смеялся, можно было увидеть его коренные зубы. Вот эти вот. Те, которые по соседству с этими. Вот так он смеялся. Можете попробовать. Ну то есть, не особо сильно. Вот так вот. Когда было видно коренные зубы. И когда сподвижники видели это, они говорили, о, посланник Аллаха, да будут мои мать и отец выкупом за тебя. Почему ты смеёшься? И посланник Аллаха объяснял. Например, Аллах показал ему что-то. И это рассмешило его. Посланник Аллаха шутил. А некоторые мусульмане, через чужие серьёзные, если ты соблюдаешь, нельзя смеяться, что ли? Саляму алейкум, архамату ла брат. Да, чем могу помочь? Да хорош, улыбайся, это же сунна. Вот знаете, что забавно? Некоторые сунны соблюдать легко. А улыбаться для некоторых это непростая сунна. Им тяжело это. Для некоторых это реально тяжело. Особенно улыбаться тогда, когда это трудно. А это же особо ценно, когда преодолеваешь себя. Когда у тебя проблемы и не хочется улыбаться. Ты всё равно улыбаешься ради Аллаха. Вот, например, сунна бороды. Она очень лёгкая. Просто не брейся. Бритву не бери. Ну серьёзно. Просто не брейся, она и отрастёт. Постепенно, потихоньку. Посланник Аллаха улыбался, вызывал у других улыбку, чтобы людям было комфортно. И это тяжёлая сунна. Реально тяжёлая. Вокруг столько хмурых людей. И это не особо полезно среди хмурых быть. Таким же становишься. Я же не говорю, что надо хохотать. Смеяться в меру надо. Сподвижник пророка Абу Дарда, Аллах доволен им, сказал, «Я смеялся иногда, чтобы слишком не уходить в печаль». Ну то есть он поклонялся Аллаху и иногда смеялся. Причисто Аллах. Вот посланник Аллаха, мир ему и благословений, вёл себя со сподвижниками естественно. Улыбался он вообще часто. Реже смеялся. И когда посланник Аллаха, мир ему и благословений Аллаха, смеялся, сподвижникам это нравилось. Они тоже время от времени смеялись, как и пророк. И это хорошо. Вот обо мне люди говорят, чего он смеётся во время лекций. А что? Стоит только пошутить, и люди сразу, «Эй, чего это он? Он должен быть хорошим имамом. Чего он шутит-то? Чего это он смеётся? Хороший имам не смеётся. Хороший имам должен быть хмурый постоянно». Вы о чём? Пророк делал так, что присутствующим рядом с ним было комфортно. И за счёт смеха в том числе, за счёт шуток. Бывают же люди шутники. Пророк любил таких? Например, Нурман, Аллах доволен им. Он любил смешить людей. Однажды он так рассмешил пророка, что посланник Аллаха поднялся и побежал за ним. Вот такой был забавный случай. Он гонялся за ним по долинам Медины. «Сейчас», — говорил, — «я тебя поймаю». Нурман шутил. Люди рядом с ним смеялись. Хотя он был очень интеллектуальным человеком. По воле Аллаха из-за него победили в битве союзников, в битве Ахзабы. Вдаваться в детали не буду, но Нурман любил смеяться. И посланник Аллаха тоже смеялся. Он гонялся за ним в шутку, говорил, — «эх, я тебя поймаю». Это сам посланник Аллаха. Однажды к пророку заходит его сподвижник и видит, что пророк на полу на четвереньках, а на нем верхом Хасан и Хусейн, его внуки. Они верхом катаются на пророке. Хасан и Хусейн верхом на посланнике Аллаха. Он катал их на себе. Это наш пророк. Это достоверный хадис. Он в книге Муатта имама Малика, и в других хадисах тоже об этом говорится. Сподвижник говорит пророку, какого прекрасного человека они оседлали. А посланник Аллаха сказал, «Какие прекрасные у меня наездники!» Ну и как можно после этого сказать, что надо быть особо серьезным? Для шуток тоже должно быть время. На праздник маленькие девочки били в бубен и что-то напевали, восхваляя пророка, мир ему и благословение. Это увидел Абу Бакр и сказал им, дескать, «Эй, вы чего?» Ну то есть, «Зачем вы поете?» А посланник Аллаха сказал, «Оставь их, Абу Бакр». Ну то есть, сегодня же праздник, сегодня люди радуются, пускай поют, пускай веселятся. А некоторые мусульмане ведут себя так, будто развлечение это вообще не из ислама. А посмотрите, как посланник Аллаха себя вел с женами. Передается в Сахихе Бухари, что пророк вместе со своей женой, Айшей, Аллах доволен ею, они из-за занавески, находясь во дворе мечети, наблюдали за молодым эфиопом, который демонстрировал боевой танец. Но это вот как есть же представление с боевыми искусствами. Вот типа того. Может, какие-то приемы показывал, с копьем, например. И кто на это смотрел? Посланник Аллаха. И где этот хадис? В Бухаре. А вместе с ним кто смотрел? Жена его. Айша положила свой подбородок на плечо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и наблюдала вместе с ним. Смотрела, смотрела. И вот посланник Аллаха говорит ей. Ну что, посмотрела? Ну то есть как, достаточно развлечений или еще нет? Она такая, нет еще. И пророк продолжал смотреть с ней. А это кто? Любимица Аллаха, муфти и муфтиев. Если скажете, что есть фетва, что нельзя развлекаться в исламе, я вам этот хадис покажу. Если захотите сказать, что нет развлечений в исламе, я вам этот хадис покажу. Я не говорю о харамных развлечениях. О халяльных говорю. Ну вот. И смотрят, значит, они дальше. Пророк снова спросил, она не а? Еще хочу. И Айша рассказывает, я тогда хотела проверить любовь пророка ко мне. Поэтому я сказала нет. Она говорит, я знала, что мой подбородок на плече пророка доставляет ему неудобства. Ему больно от этого. Но когда пророк спросил в третий раз, Айша сказала, да, все, я посмотрела. И пророк занавесил шторку. Вообще, знаете, это были очень редкие случаи, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался домой к Айше и не улыбался. Это были редкие случаи. Очень редкие. В Сахихе Бухари передается, что когда на Айшу возводили клевету, это длинный хадис в Бухари, в подробности вдаваться не буду. Так вот, Айша рассказывает, когда обычно пророк приходил ко мне, он целовал ее в щеку, улыбался ей, создавал эмоциональный уют, сидел с ней, делал ее счастливой. Вот вы думаете, что проблема в вашей жене, половина проблемы в вас. Ты половина проблемы. Ты приходишь домой и говоришь, ну что там, готово? Точно? Ладно. Я пошел в туалет. Че б тебе не зайти домой и не сказать. Ассаляму алейкум, че как дела, как ты вообще? Ты заходишь хмурый. А, че, ладно. Ну вроде вкусно, но вот такая-то, такая-то лучше, чем ты готовит. Брат, ты че? Кто так разговаривает? Да я сегодня в Макдональдсе был, и то вкуснее было, чем у тебя. Хорош, брат, ты чего? Есть такие братья. И когда жена тоже хмурая? А кто начал-то? Ты половина проблемы. А вот когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробовал еду, и она ему не особо нравилась. Говорится, когда ему нравилась еда, он ее кушал. Когда не нравилась, он ее оставлял. Но он никогда не ругал еду. И если жена у тебя спрашивает, типа, ну как? И если она правду хочет услышать, ну реально, как есть, чтобы потом лучше сготовить, можешь сказать, как есть, это нормально. Я жене говорю, как есть. Но я говорю мягко. Я хвалю ее. Я ей говорю, ну вот здесь можно было немного по-другому приготовить. Не надо говорить, типа, вообще есть невозможно. Можно сказать, если бы что-то другое добавил, и было бы лучше. Если вот так-то так-то, будет вкуснее. В следующий раз она сготовит лучше, но как минимум она поймет, что ты ценишь ее готовку. А то ведь часто ты сам являешься источником проблемы. Это вот как человек мне один сказал. И знаете, это же на самом деле так. Когда за собой не следишь, а только других обвиняешь, ты портишь с людьми отношения просто. Ты себя со стороны не видишь. Тебе кажется, что ты нормально себя ведешь, а ты ведешь себя ужасно. Ну а ты об этом даже не задумываешься. Потому что других судить привык. А себя ни за что. Я тебе, знаешь, что посоветую? Если осмелишься, конечно. Попроси жену сказать всю правду о тебе. Только пристегнись. Чтоб кондрашка не хватило. Попроси ее описать тебя со стороны. Вот прям все как есть, пускай скажет. Ты много нового о себе услышишь. Потому что она знает тебя лучше, чем другие. Она же с тобой бок о бок живет. Можешь ей сказать, типа, слушай, вот я бы хотел реально услышать о себе то, какой я есть. Хотя ты вряд ли на это решишься. Она тебе зарядит целую пятничную проповедь. Я обычно говорю, я вернулся с пятничной проповеди, а дома меня ждет еще одна пятничная проповедь. Бывает, жена моя дает мне проповеди. Ну и альхамдулилях. Для меня это приемлемо. Я считаю это нормально. Если она это делает из заботы, а не просто зло сорвать. Жена должна быть заинтересована в том, чтобы муж становился лучше. Вот смотрите. Если ты будешь улыбаться, будешь с приветливым лицом встречать людей, смеяться иногда, создавать людям душевный комфорт, увидишь, жизнь лучше станет. Стресса и так хватает. Аллах учит прибегать нас к терпению и к намазу. В этих двух вещах Аллах учит нас искать решение проблем. И Аллах говорит, что Он с терпеливыми. Вот знаете, в Коране есть три категории людей, о которых Аллах говорит, что Он с ними. Поистине Аллах с терпеливыми, с богобоязненными и с верующими. Три категории. Аллах с теми, кто боится его наказания, на регулярной основе боится. Это мут-такын, обладатели такуа, то есть богобоязненности. Аллах с верующими и Аллах с терпеливыми. Что означает, что Аллах с тобой? Это значит, что милость Аллаха с тобой, помощь Аллаха с тобой, что Аллах ведет тебя прямым путем. Если при проблемах взываешь к Аллаху, взывай к Аллаху через его имена. Подбери под ситуацию и взывай через это имя. Если хочешь, чтобы Аллах ввел человека прямым путем, проси Аллаха через его имя Аль-Хади. Подними руки и говори Я-Хади, Я-Хади, Я-Хади. О, ведущий прямым путем, О, ведущий прямым путем. Можешь не поднимать руки, просто идешь куда-нибудь и просишь Аллаха в это время. Я-Хади, О, ведущий прямым путем. Веди такого-то прямым путем, пожалуйста. Если хочешь, чтобы Аллах укрепил тебя, если у тебя некоторый тремор по поводу предстоящей ситуации, говори Я-Уакиль, О, покровитель. Или, например, если у тебя проблемы со слухом, говори Я-Самир, Я-Самир, О, слышащий, О, слышащий. Ты обращаешься к Аллаху, который слышит все. И твоя ситуация, дефект со слухом, как раз связана с именем Ас-Самир, всеслышащий. Попробуй к Аллаху взывать через это имя, и он поможет, иншаллах, увидишь. Если хочешь исцеления, говори Я-Шафи, О, исцеляющий. Это не одно из 99 имен, это дополнительно. Говори Я-Шафи-Аль-Амраду, О, излечивающий все болезни. Посланник Аллаха говорил, О, Аллах, нет другого исцеления, кроме того, что даешь ты. Я хочу, чтобы ты исцелил меня таким исцелением, у которого нет побочных эффектов. Никаких дурных последствий. Это хадис из уст посланника Аллаха. Или взывай к Аллаху через его имена. Например, если хочешь, чтобы Аллах укрепил тебя, говори Я-Кау-И-Ю, О, сильный! Я-Кау-И-Ю, Я-Кау-И-Ю, О, сильный! О, сильный! И Аллах укрепит тебя. Проси Аллаха через его имена. В них столько глубокого смысла. На все случаи жизни найдешь имя. То, которое соответствует твоей ситуации. Проси Аллаха через эти имена, и Аллах дарует тебе избавление, дарует тебе помощь через это. Дальше. Всем нам нужно учиться сабору, терпению. Вот знаете, этому учатся всю жизнь. Вот я вас попрошу кое о чем. Скажите слово сабор. Сколько времени это заняло? Одну секунду, так ведь? А для того, чтобы научиться терпению, нужна целая жизнь. Или пол жизни. Годы. Терпение — это не просто слово. Нужно учиться терпению на практике. Вот еще один источник огромного количества блага. Это истории пророков из Корана. Каждого пророка постигали бедствие. И Аллах описывает это в Коране. И те молитвы, с которыми они обращались к Аллаху во время проблем, если также будешь обращаться к Аллаху, Аллах поможет тебе, как им помог. Одна из сильных дуа в хадисе от Тирмиды передается. И в Коране эта дуа тоже есть. Ее произнес пророк Юнус в животе рыбы. Нет никого достойного поклонения, кроме тебя. То есть нет божества тебе, нет равных тебе. Причист ты. То есть ты бесконечно далек от любых изъянов, в отличие от меня. И кто бы тебе что ни приписывал, все эти люди заблуждаются. Поистине я был одним из несправедливых. И Аллах говорит. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. То есть любой верующий до судного дня, который обратится к Аллаху с этой молитвой, Аллах поможет ему через нее. Говорите это. Нет никого достойного, кроме тебя. Причист ты. Поистине я был одним из несправедливых. Признай свою ошибку перед всемогущим. Всемогущий любит нас, братья и сестры. Любит? Разве не любит? Несмотря на наши грехи, кормит нас. Дает нам одежду. Каждый день дает нам хлеб насущный. Дает еду, дает воду, дает зарплату в конце месяца. Дает жену, дает детей. Дает сотни, тысячи различных милостей. Аллах говорит. Если вы захотите сосчитать милости Аллаха, вы не сможете этого сделать. Это невозможно. А ты сидишь и жалуешься, что Аллах дал тебе какую-то проблему одну. Ну, десять. Ну, десять проблем и что? Десять испытаний и что? Аллах не заботится о тебе? Аллах дает тебе все, в чем ты нуждаешься. Вот вдумайтесь. Просто если даже рассмотреть один только глаз. Какая это система? В нем происходят миллионы процессов. Внутри глаза, внутри клеток мозга. Сколько всего Аллах дает тебе? У тебя не болят уши, у тебя не болят глаза, не болит голова. Ты все это не воспринимай как должное. Живот, ноги не болят, а ты жалуешься. А теперь перейдем к пророкам мир им всем. На пророка Нуха мир ему давило общество. И он читал такую молитву. А не маглюбун фантасыр. А не маглюбун фантасыр. Меня одолели. Помоги же мне. Это дуа можно читать в разных ситуациях. Когда общество давит или семья. Робби, Господи, меня одолели. Фантасыр, помоги же мне. Снова и снова повторяйте это. Вот увидите, Аллах поможет. Аллах поможет. Но нужно верить в то, что Аллах ответит на твою молитву. Верь Аллаху, уповай на Него. Доверие Аллаху и глубокая вера в Него. Верь, что Аллах ответит. Не надо вот так вот дуа делать. Типа, ну я, конечно, попрошу у Аллаха, но я не знаю, может он не ответит. Вдруг не ответит. Было же такое, что Аллах не отвечал, может и в этот раз не ответит. Это от шайтана. Скажи, Аллах поможет мне, иншаллах. Я не совершаю больших грехов, так почему? Моя дуа не сработает. Я соблюдаю ислам, выполняю то, что Аллах велел. Аллах поможет мне. Аллах ответит мне на мольбу. Иншаллах. Ответит. Посланник Аллаха сказал. Обращайся к Аллаху с полной убежденностью, что Аллах ответит. И Аллах ответит. Гони из сердца вон вот эти сомнения. Вот на этом верующие подскальзываются. Не надо вот этого типа, вдруг не ответит, вдруг Аллах не примет мою молитву. Если приходят такие мысли, тогда говори, нет Бога кроме тебя. Достаточно нам Аллаха, и какой он прекрасный покровитель. От многих несчастья Аллах помогает через эту дуа. Посланник Аллаха учил нас. Исподвижники этим пользовались. В Коране, в суре семейства Имрана, в 173-м аяте это есть. Пророк Ибрагим это сказал в огне. И огонь не сжег его. Красивая дуа. В самых разных ситуациях можно ее читать. Или вот допустим у вас некая подавленность, стресс. Ты потерял связь с каким-то человеком, ты хочешь найти его, тогда читай. Молитву, которую читал пророк Якуб, мир ему. Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху. Пророк Якуб жаловался на свои печали только Аллаху. Еще есть такой аят. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистине, Аллах видит своих рабов. То есть я Аллаху оставляю свои проблемы. Так Аллах учит молиться. И вот еще Аллах говорит в Коране. Разве Аллах недостаточно его рабу? Когда мы обращаемся к Аллаху, мы обращаемся к тому, кроме кого нет другой силы. Мы обращаемся к тому, кому не нужен помощник и покровитель. Это нам нужен помощник и покровитель. И Аллах единственный помощник и единственный покровитель. Только Аллах может что-то дать или забрать. Только в его силах это. Только к нему нужно обращаться. Любые твои тревоги, любые твои печали может разрешить только лишь Аллах. Даже когда вокруг нет поводов для надежды, Аллах может дать тебе выход, ведь Он может все. Вот с таким настроем надо обращаться к Аллаху с молитвами. Посланник Аллаха так взывал, «О, вечно живой, о, Вседержитель!» Это в достоверных хадисах. Посланник Аллаха говорил, «Кто обратится к Аллаху через эти два имени, Аллах примет его дуа». «Аль-Хай» — «Вечно живой» и «Аль-Кайюм» — «Вседержитель». В начале аята Аль-Курси есть эти два имени Аллаха. «Аль-Хай» — «Вечно живой», «Живой без начала», «Несозданный», «Существующий извечно». «Аль-Кайюм» — «Вседержитель». Только по его воле все существует. «Прошу тебя твоей милостью». «Прошу у тебя помощи». «Прошу у тебя защиты и поддержки». Если ты вот так обратишься к Аллаху с убежденностью в сердце, он что, не ответит? «Аллаху Акбар». Вот знаете, был ряд случаев, когда я в жизни испытывал тяжелые проблемы. И вот знаете, просыпаешься ночью и обращаешься к Аллаху. Вот с этими словами. «О, Вечно живой, о Вседержитель, к милости твоей взываю. Достаточно мне Аллаха, и какой он прекрасный покровитель, прекрасный попечитель и прекрасный помощник. А «Хасбун Аллаха» Аллаха достаточно нам. Достаточно нам Аллаха, и какой он прекрасный покровитель. Во тьме ночи я просил у Аллаха помощи. И я говорю вам, так же, как Аллах решил мои проблемы, решит и ваши. Пожалуйся Аллаху, положись на Него. А потом просто иди и верь. Верь так, что Аллах уже постановил, что Он решит твои проблемы. И не сомневайся. Не надо колебаться, сомневаться. Когда это происходит, это не радует Аллаха. А когда ты уверен в Аллахе, Аллах доволен тобой, потому что ты доверился Ему. Аллах говорит. «И пусть на Аллаха уповают верующие». «А кто боится Аллаха, тому Он даст выход из положения». Когда ты будешь в тупике, Аллах покажет тебе выход. Из полного тупика. Аллах даст выход. Об этом говорится в суре «Таляк». Там в самом начале. «А тому, кто боится Аллаха, Аллах даст ему выход из положения». Аллах как бы говорит. «Если будешь меня бояться, мой раб, я облегчу тебе твои дела. Дам тебе выход там, где ты не будешь видеть выхода». Если будешь соблюдать ислам и доверять Аллаху, Аллах облегчит тебе. Не надо 50 людям жаловаться на свои проблемы. Вместо этого лучше сделай то, что сделал посланник Нух. Вот в суре «Нух» Аллах говорит о том, как к нему обращался пророк Нух. Почти вся сура – это жалоба Нуха к Аллаху, на его народ. А ты жалуешься человеку, например, своему другу. Ну, допустим, его Ахмад зовут. Ты говоришь, Ахмад, тут такое дело, вот так, вот так со мной поступили. Или там жене, или жена мужу жалуется. Вместо этого пожалуйся Аллаху. Скажи Аллаху все как есть. Да, он уже и так знает без тебя, но ты поговори с ним. Скажи «О, Аллах, я сказал ему вот так-то», а он мне ответил вот так-то. «Я не знаю, что делать, о, Аллах, я оставляю это тебе». Или если вы сестра, пожалуйтесь Аллаху. Скажите «Вот мой муж вот так мне сказал». Или муж на жену пусть пожалуется Аллаху. На жену, на мужа, на детей. Жалуйся Аллаху, а не людям. «О, Аллах, я сделал так, а мне ответили вот так. «О, Аллах, я прошу тебя, помоги мне». Пророк Нух жаловался на свой народ. О Аллахе призывал их скрыто и открыто, днем и ночью. Но они закрывались одеждами, пальцами, уши затыкали. На что это похоже? На жалобу другу. На то, как друг жалуется близкому другу. Аллаха сделай своим другом, Аллаха сделай своим защитником, своим психологом. Аллах говорит. Аллах покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. Сделай Аллаха своим близким другом. Вот знаете, есть такое понятие? Мунаджад. Что такое мунаджад? Вот есть дуа, то есть взывание к Аллаху с мольбой, а есть мунаджад. Это личный разговор. Личный. Тайный. Разговор. Кто является твоим самым близким другом? Скажите, братья. Всевышний Аллах. Разговаривай с Ним. Поговори с Ним. Расскажи о проблемах. И на следующий день тебе будет лучше. Поговори с Аллахом. И будь уверен, что Он решит твои проблемы. Он позаботится о тебе. Когда разговариваешь с Аллахом, преисполнись азма, огромной уверенности. И помощь Аллаха прибудет с тобой, с дозволения Аллаха. А теперь я бы хотел привести вам некоторые дуа пророков. Вот, например, дуа при болезни. В Коране Аллах приводит дуа пророка Айюба. Оно в суре «Пророки». Поистине, меня коснулось зло. А ты милостивейший из милосердных. Вот так пророк Айюб возвал к Аллаху. О Аллах, ты милостивейший из милосердных. Меня коснулось зло. Я обращаюсь к самому милостивому. Помоги мне. То есть посыл пророка Айуба был таков. «О, Аллах, ты ведь самый милостивейший из милосердных». А меня коснулось зло. «Ну, вылечи меня. Я люблю тебя. Я люблю тебя, Аллах». Вот, помню, со мной приключилось. Тяжелая ситуация у меня была. Воспалилась кость, тазобедренный сустав. Давно это было? Лет 20 уже назад. Так больно было. Иной раз боль была просто невыносимой. Невыносимой. Так что я понимаю людям, которым по-настоящему больно. Я испытывал такое. Я читал разные дуа. И в конце концов Аллах ответил мне. Дуа из Корана и Сунны – это отличные молитвы. Через них Аллах очень хорошо помогает. Вы только верьте, что Аллах поможет. Пророк учил при боли читать такую дуа. И нужно верить, что Аллах поможет. Читайте эту дуа с убежденностью. Пророк учил, что на больное место нужно положить правую руку. Этот хадис из сборника Тирмиви, и он также в других книгах. Например, у вас болит голова. Кладете руку и трижды говорите «Бисмиллях», то есть с именем Аллаха. И после этого говорите «Прибегаю к защите могущества Аллаха, его мощи и его господства от зла того, что я ощущаю». «Прибегаю к защите могущества Аллаха». «Иззатилляхи» – могущества Аллаха. «Ауузу» значит «ищу защиты» у могущества Аллаха. «Ва кудратихи» – и мощи его. «Ва сультанихи» – и его господство. Это божественные качества Аллаха. «Мин шарри ма аджид» – то есть от зла того, что я ощущаю. В хадисе говорится, что сподвижник пророка Уфман ибн Абдуль-Ас, Аллах доволен им, сказал. «Однажды ко мне пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал. «Обведи семь раз правой рукой вокруг того места, которое болит, и скажи, прибегаю к защите Аллаха, его мощи и его господства от зла того, что я ощущаю». А перед этим надо трижды сказать «бисмиллях» с именем Аллаха. И Уфман говорит, Аллах устранил то, что было со мной. Но надо это говорить с убежденностью, а не с сомнениями в сердце. Я говорил делать это дуа людям, которые страдали мигренью. Одна женщина, когда эту дуа прочитала, уснула, два часа проспала, сделала эту дуа и на два часа отключилась. И после этого больше эту боль не испытывала. Моя свекровь страдала от того же самого. Ее мучили мигрень, я ей дуа это дал. Она прочитала. Лет семь уж прошло, у нее нет болей. Читая эту дуа с убежденностью. Помню, одному механику эту дуа дал, он прочитал и говорит, «Волшебство какое-то помогло, другому человеку дал, но он не особо сильно верил в эффект». В итоге боль отошла, через несколько дней вернулась. Возможно, Аллах испытывает его, а возможно, это из-за того, что он читал без убежденности. Не сомневайтесь в словах пророка, они ведь от Аллаха. Будешь сомневаться, эффект будет хуже. Верь, что Аллах поможет, и Аллах поможет. Иншаллах, через эту дуа Аллах облегчит тебе. Дуа не обязательно должна из хадисов или аятов. Своими словами можно. Или, как я сказал, можно читать дуа пророка Айуба. «Меня коснулось зло, а ведь ты милостивейший из милосердных». Или можно сказать, «О Аллах, спасибо, что ты убрал эту боль». Аллах еще не убрал, а ты заранее говоришь, «О Аллах, спасибо, спасибо тебе большое, что ты убрал эту боль». Я читал так, и боль ушла. Через какое-то время боль снова вернулась. «О Аллах, я люблю тебя, люблю тебя, спасибо тебе большое за то, что ты убрал эту боль. Спасибо тебе». Думаете, я шучу? Я так и говорил. Какие чувства к Аллаху у меня в сердце были, так я их и выражал. «И, аль-хамду лиллях, боль ушла. Доверься Аллаху». Или вот такое бывало, простудишься? Много раз уже такое было, что при простуде я обращался к Аллаху и говорил. «О Аллах, пожалуйста, я очень тебя прошу, вылечи. Мне вот эти дела надо доделать ради твоего довольства. Не посылай болезнь». «И, аль-хамду лиллях, часто это работает. А иногда болею и говорю «Аль-хамду лиллях». Аллах пожелал, чтобы я поболел. Может, чтобы грехи стереть или чтобы возвысить мою степень перед ним. Аль-хамду лиллях. А может, Аллах ответит и вылечит. Аль-хамду лиллях. Будь на позитиве. То, что Аллах тебе предопределил, то и будет. Если больно, читай дуа пророка Айуба. Или какие-то другие дуа, которым пророк Мухаммад, салаллаху алейхиусалям, научил. Есть универсальные молитвы, которые помогают очень много от чего. Это сура-фатиха. Сура-фатиха – это лекарство чуть ли не ото всего вообще. Сподвижник один прочитал ее над больным. И Аллах вылечил его. Хотя до этого момента пророк этому не учил. Это обычное дело. Сура-фатиха – это лекарство. В Сахихе-Бухаре передается, что человека одного укусила змея. И сподвижник без хадиса посланника Аллаха прочитал над ним фатиху. Не было такого хадиса, что надо читать фатиху над тем, кого укусила змея. А сподвижник прочитал. И несмотря на то, что в крови человека был змеиный яд, он выздоровел. Одна моя родственница попала в травматичную аварию. Многие ребра у нее были сломаны. Тяжелая авария. Врачи, которые ее наблюдали, сказали, что она может инвалидом остаться. Я спрашиваю ее, что ты читала для того, чтобы выздороветь? Как так тебе полегчало? Она говорит, я читала суру фатиха и дула на себя. Читала, читала суру фатиха и дула на себя. Вот, например, вы в больнице кого-то навещаете, читайте фатиху и дуете на человека. Сподвижник пророка же прочитал, и Аллах дал исцеление. Пророк читал суру и дула на человека. Сура фатиха. Это очень мощное лекарство. Много от чего. В Сахихе Бухари и в Сахихе Муслима, а также в сборнике Тирмиви, передается, что Ибн Аббас сказал, когда посланника Аллаха постигало что-то неприятное, он говорил, нет Бога, кроме Аллаха, снисходительного. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа Великого Трона. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа Небес и Господа Земли. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа Благородного Трона. Четыре фразы. Вы знаете, что означает «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». Аль-Азим – величайший. Аль-Халим – снисходительный. Ла-Иляха-Иля-Ллаху, Роббуль-Арш-Иль-Азим. Аль-Арш – это трон. Роб – Господь. Роббуль-Арш-Иль-Азим – Господь Великого Трона. Ла-Иляха-Иля-Ллаху, Роббус-Самавати, Ва-Роббуль-Арбл. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа Небес и Господа Земли. Ла-Иляха-Иля-Ллаху, Роббуль-Арш-Иль-Карим. Нет Бога, кроме Аллаха, Господа Благородного Трона. А в другой версии хадиса сообщается, что посланник Аллаха, миримый благословение Аллаха, сказал то же самое Али. И сказал, если будут трудности, читай эту дуа. И Аллах даст облегчение. У многих людей проблемы с долгами. Так ведь? Им нужно читать дуа, чтобы Аллах помог им погасить долги. У Абу Давуда приводится хадис, в котором говорится, что однажды пророк пришел в мечеть и увидел, что там сидит ансар по имени Абу Умама. И посланник Аллаха спросил его, почему ты сидишь в мечети, ведь сейчас не время намаза. Он ответил, меня постигла печаль, на мне долги, о посланник Аллаха. И посланник Аллаха сказал, не научить ли мне тебя словам, через которые Аллах избавит тебя от печали и избавит тебя от долгов. Он сказал, конечно, о посланник Аллаха. И пророк сказал, утром и вечером читай вот эту дуа. О Аллах, я прибегаю к твоей защите от беспокойства и грусти. Я прибегаю к тебе от немощи и лени. Ведь эти вещи на самом деле взаимосвязаны. Когда ты в тревогах, когда на тебе висят долги, ты ограничен, ты скован. Это останавливает тебя от многих полезных дел. И ты становишься ленивым. И прибегаю к тебе от скупости и трусости. Вышеупомянутые трудности ведут и к трусости, к страху. И поэтому посланник Аллаха учил нас говорить, о Аллах, прибегаю к твоей защите от жадности и трусости. И я прибегаю к тебе от бремени долга и притеснения людей. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, научил его читать эту дуа утром и вечером. И он сказал, когда я стал это читать, Аллах избавил меня от моих долгов. Причем вот эти дуа можно читать в любое время. Во время уборки дома, пока идете куда-то, а не только после намаза. В сборнике Давуда передается хадис. Посланник Аллаха сказал о сме дочери Урмейса, у которой были трудности. Он сказал ей, говори эти слова. Аллах, Аллах мой Господь, я не предаю ему в сотоварища никого. Это вам еще одна дуа. Однажды посланник Аллаха сказал, если ваши тревоги будут очень сильными. Это говорится в достоверном хадисе из сборника Ахмада. И еще у Ибн Хиббана. Так вот, пророк сказал, если тревога ваша будет очень сильной, говорите это. О Аллах, я твой раб, и я сын твоего раба, и сын твоей рабы. Я в твоей власти. Мой чуб в твоей руке. Решения твои обязательны для меня. А приговор, вынесенный тобой мне, справедлив. То есть, этими словами ты признаешь. Что бы Аллах не постановил в отношении тебя, это справедливо. Я прошу тебя каждым из твоих имен, Которым ты назвал сам себя. Или не спослал в книге твоей. Или оставил его скрытым от всех, кроме тебя. Я прошу тебя сделать Коран весной моего сердца. Сделай Коран причинам исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства. И пророк сказал, не случится такого, чтобы кто-то произнес эти слова, и Аллах не изменил бы его положение. Когда вы в затруднительной ситуации, братья и сестры, вам нужны две вещи. Первое – это истихара, совет с Аллахом, когда вы просите Аллаха указать вам путь. И второе – истихара, совет с мудрым человеком. Что касается истихары, то мы просим Аллаха подсказать нам, является ли то, что мы задумали, злом для нашей религии, для нашей жизни, для исхода дел, или является добром. А что касается истихары, совета, то не надо советоваться с теми, кто плохо разбирается в сути вопроса, с которым связана твоя ситуация. И, пожалуйста, братья и сестры, помните, что через все эти молитвы, которые я даю вам, Аллах помогает. Он же сам и научил своего посланника, и он уже донес до людей. Следующая дуа передается в нескольких хадисах. Если у вас долги, если у вас стресс, читайте такую молитву. Ей научил посланник Аллаха. 26 аят 3 суры. Семейство Имрана. «Скажи, о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть кому пожелаешь и отнимаешь власть у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь кого пожелаешь и унижаешь кого пожелаешь. Все благо в твоей руке, поистине, ты способен на всякую вещь. Ты удлиняешь день за счет ночи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел без счета, кому пожелаешь». Вот еще одна молитва. Через нее Аллах поможет от любых трудностей. Читать ее нужно после Фаджра и после Магриба. Через эту молитву Аллах спасет тебя даже от колдовства, от порчи. Передается у Абу Давуда, что пророк сказал. Трижды нужно произносить. «С именем Аллаха, с именем которого ничто не причинит вреда ни на земле, ни на небесах. Ведь он слышащий, знающий. Три раза утром, три раза вечером. И Аллах будет оберегать вас. Или вот, например, дуа от сглаза. Сглаз — это серьезная вещь. Посланник Аллаха говорил об этом. Вот бывает у детей успеваемость падает. А порой у тебя продуктивность снижается. Дела не делаешь. То, что за час обычно успеваешь, тянется днями. Не делается. А иной раз бывает так, что в гости к тебе кто-то приходил, пришел, ушел, а у тебя после этого что-то в доме не ладится. Зачастую это сглаз. Причем сглазить можно даже не со зла. Сглаз в том числе происходит от восхищения. Посмотрел кто-то на то, что ему понравилось, и сглазил. В суре пещера Аллах учит нас говорить. Так пожелал Аллах. Нет мощи, кроме как от Аллаха. Эти слова Аллах приводит в контексте поучительного рассказа об одном неверующем, у которого по воле Аллаха пропал сад. И другой человек сказал ему. Почему, когда у тебя был сад, ты не сказал нет сил и мощи ни у кого, кроме Аллаха? Произносите это. И Аллах убережет ваших родных и ваше имущество от сглаза. Вообще, братья и сестры, знаете что? Не рассказывайте всем направо и налево о том хорошем, что в вашей жизни происходит. Вы тем самым навлекаете на себя сглаз. Помню в классе, где мальчики заучивали Коран наизусть. Был мальчик, который с легкостью Коран заучивал. Одну тридцатую часть Корана, две, три, четыре тридцатых частей Корана. Его родители начали хвалиться. Типа наш-то как учится, уже пятую из тридцати частей Корана выучил. Они так рады, им не терпится всем рассказать. И что вы думаете? Этот мальчик начал постепенно забывать Коран. То одно забудет, то другое. И так постепенно Коран начал выветриваться из его памяти. В таких случаях дуа читайте. Есть дуа, которую ученые советуют читать. Да, этой дуа впрямую нет в Коране и Сунне. Но я же говорю, можно читать дуа не только те, которые содержатся в Коране и Сунне. Просто бывает так, что прочитал какую-то дуа, Аллах на нее ответил, и ты такой думаешь, «Ну, если в этот раз ответил, может и в другой раз ответит, и читаешь ту же самую дуа, хотя ее нет в Сунне, но она не противоречит Исламу». Итак, можно прочитать? Можно, но не обязательно. И не нужно считать это Сунной. Итак, два последних аята, суры и письменная трость. 41 раз. После этого можно подуть на себя, на воду, на другого человека. Это помогает от сглаза. Вот сколько раз я это не делал, всегда Аллах помогал. Сглаз исчезал. И, кстати, тот парень снова смог эффективно заучивать Коран. А однажды ребенок мой начал заикаться. Ему два года было. Причем заикаться он начинал после похода в один дом. Я 41 раз прочитал два последних аяты суры Аль-Калям, подул на воду, дал ему выпить, и все наладилось. Если сглаз не снять, он может перерасти в нечто большее. И вот тогда уже это будет исправить. Намного сложнее. Теперь дуа из Сунны. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. От многих неприятностей читал такую дуа. Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что он сотворил. Этот хадис упоминается в сборнике Табарани. Есть и другие хадисы со схожим смыслом. Об этих словах посланник Аллаха сказал, что если их прочитать, тебе ничто не навредит. По воле Аллаха. Также передается следующий хадис. Это дуа в разных хадисах, в том числе в сборнике Дейлями. Пророк говорил, что надо читать Аль-Фатиху и Аят Аль-Курси. А следующая дуа, иншаллах, поможет тем, кто боится джинов. Кого мучают, ночные кошмары. Вот знаете, что делать человеку, который проснулся среди ночи после кошмара? Посланник Аллаха учил нас, увидел кошмар? Сразу скажи. Аллах, я прошу тебя дать мне все самое лучшее из этого сна и всего, что в нем было. Я прошу защитить меня от зла этого сна и зла всего, что в нем было. И нет силы и мощи ни у кого, кроме как от Аллаха. Он возвышенный, великий. То есть только Аллах дает силы совершать что-либо. После этого поплюйте налево, вот так. Не прям плевать, а сымитировать. Не надо только на жену смачно плевать. И дальше пророк сказал, что нужно перевернуться на другой бок и спать дальше. Перевернись на другой бок и спи. Мне Аллах столько раз через это помогал, и пророк сказал, кто сделает так, тому Аллах даст лучшее, что было в этом сне и защитит от зла этого сна. И вам не нужно искать того, кто растолкует вам дурной сон. Посланник Аллаха научил нас этой прекрасной молитве. Сколько раз я видел дурные сны. Я читал эту дуа, и Аллах избавлял меня от зла. Я видел дурные сны, читал дуа, и они не сбывались. Потому что Аллах отводил от меня это зло через эту молитву. Если вы боитесь джинов, в этом случае посланник Аллаха учил читать вот что. Первые пять аятов суры Аль-Бакара, суры корова, вплоть до слов что переводится как «Они окажутся преуспевшими». Дальше нужно прочитать аят Аль-Курси, два аята, следующие после него, и последние три аята суры Бакара. Аллах поможет через это. Просто прочитайте эти аяты, или можете прочитать и подуть на себя. Было такое, что мне приходилось спать в таких местах, в которых снятся дурные сны и ощущается некое присутствие злых джинов. Когда я прочитывал эти аяты, «Ничто меня не беспокоило вплоть до самого фаджра». Аль-Хамдули-Лля, хвала Аллаху. Ничего не беспокоило до утра. Также посланник Аллаха сказал, что если у вас долги размером с гору Ухуд, читайте вот эту дуа. Этот хадис передан хакимом. О, Аллах, который забирает тревоги. Который избавляет человека от беспокойства, от великой печали. Тот, кто принимает дуа тех, кто пострадал. Самый милостивый в этом мире и самый милостивый в судный день. Прошу, смилуйся надо мной. Прояви ко мне такую милость, которая полностью избавит меня от нужды в чьей-либо иной милости. Смысл такой, что я не жду ничьей другой милости, кроме твоей. О, Аллах. Знаете, наш учитель Мауляна Фадлу Рахим учил нас следующему. Он сказал, обычно спорят о том, какое из имен Аллаха является величайшим «Исмуллахи л-А'зам». Пророк говорил, что у Аллаха есть имя, через которое, если попросить его, Аллах даст это. И если через это имя попросить Аллаха о защите, он защитит. Наш учитель Мауляна Фадлу Рахим сказал, есть хадис, в котором говорится, что пророк сказал, взывайте к Аллаху через два имени «Аль-Хай» и «Аль-Кайюм», поддерживающие все сущее, вседержитель. Некоторые ученые сказали, что величайшее имя Аллаха это Аллах. Другие сказали, что это Аль-Ханнан и Аль-Маннан, обладатель милости и дарующий блага. Но главное, от сердца взывайте. Когда ты чувствуешь, что тебе никто больше не поможет. Никто, кроме Аллаха. Вот в этот момент, когда ты взываешь к Аллаху через любое из его имен, Аллах примет твою молитву. Если просто скажешь «О, Аллах!», ожидая помощи Аллаха, когда денег на карте у тебя вообще нет, когда родственники помочь тебе не могут, когда связи твои помочь не могут. Когда ты ощущаешь себя в тупике, когда ты смотришь по сторонам и не видишь никаких возможностей выхода. И вот в этой безысходности, когда ты взываешь к Аллаху «О, Аллах!» или «Я Хаю Я Каюм» через любое имя, всемогущий, великий Аллах, конкретно для тебя то самое имя, через которое ты к нему воззвал, сделает самым великим. Если ты боишься, одолевает страх, боишься человека, боишься кого-то влиятельного или судебного разбирательства, если хочешь избавиться от страха, читай вот какую дуа и увидишь, что Аллах поможет. В хадисе Тирмиде передается, что посланник Аллаха сказал «Прибегаю к совершенным словам Аллаха от его гнева, от его наказания или от сурового расчета и от зла его рабов, от наваждений дьяволов, чтобы они не приближались ко мне». Вот такая дуа. «Прибегаю к совершенным словам Аллаха ото всего этого и увидите, что Аллах устранит ваш страх из сердца». Если вы видите, что кто-то попал в беду, читайте дуа. Хадис передан у Тирмиди, у Ибн Маджа и также в других книгах. Когда видите человека, с которым приключилась какая-то беда и вы не хотели бы, чтобы и с вами это было, например, рак или еще какие-то страшные болезни, читайте эту дуа и Аллах защитит вас. Говорите «Вся хвала принадлежит Аллаху, который избавил меня от того, что постигло этого человека, больного, например». «Хвала Аллаху, который пожелал, чтобы я был здоровым, дав эту милость мне, хотя многим другим не дал». И посланник Аллаха сказал, если так говорить, то данная болезнь тебя не постигнет. Это из хадиса. Читайте эту молитву. Если приходите в больницу кого-то навещать, знаете, что скажите больному, «Я завидую тебе». Это, конечно же, белая зависть. Позитивная. Человек спросит, «Почему ты мне завидуешь?» А вы ему расскажите хадис из сборника Муслима. Я рассказываю это, когда навещаю больных. Пророк сказал, Аллах в судный день позовет своего раба и скажет ему, «О, сын Адама, я болел, а ты не пришел навестить меня». Человек скажет, «Как же так, Оллах? Ведь ты, Господь миров, как ты мог болеть? Я не понимаю, о чем ты говоришь». И Аллах скажет, «Болел такой-то, сын такого-то. Если бы ты сходил и навестил его, ты бы нашел меня возле него». Аллах говорит, «Ты бы нашел меня возле больного». Так что больному скажите, «Аллах с тобой». Аллах с тобой. Вот с таким настроем и с таким подходом вы должны навещать больных. Это придаст больному сил. Вообще по жизни нужно быть источником позитива, а не негатива. Знаете, что я хочу сказать вам, братья и сестры? Разные невзгоды Аллах может нам посылать. Но что бы ни происходило, мы должны находить поводы для благодарности Аллаху. Есть один важный принцип, который нам нужно уяснить. Посланник Аллаха учил, что в плане мирского всегда нужно смотреть на тех, кто имеет меньше, чем ты. И это поможет тебе быть благодарным Аллаху за его милости. Тебе будет хотеться благодарить Аллаха. Говорить, «Хвала Аллаху за то, что я все это имею». Аль-Хамду-Лиллях. Не смотри на людей, которые богаче, которые здоровее. Наоборот, смотри на тех, кому Аллах дал меньше. А вот в плане богобоязненности, наоборот, смотри на тех, у кого она выше. Этому учил посланник Аллаха. Каким бы набожным ты не был, чтобы всегда было к чему стремиться. Нужно привыкнуть смотреть на вещи так. Он поклоняется больше меня. Он, скорее всего, ближе к Аллаху, чем я. Тебя это будет подталкивать развиваться. Если ты видишь, что кого-то постигла неприятность, неприятность. Скажи, «А ведь у меня более благополучная жизнь». Когда концентрируешься на проблемах, типа «У меня столько бед, забываешь о хорошем, а ты смотри на тех, кому тяжелее. У меня дела лучше, он страдает больше. Аллах дал мне больше». И вот такое мышление позволит тебе почувствовать себя лучше. И также, что еще нужно? После того, как вы попросили у Аллаха все, в чем нуждаетесь, надейтесь на Аллаха. Надежда нужна. Если верующий потерял надежду, это как веру потерять. Если верующий надежду утратил, это как потерять веру. Посланник Аллаха говорил следующее, и сподвижники его тоже это повторяли, что вера, она между надеждой и страхом перед Аллахом. Если надежда ушла, полностью утратил веру. Если обольстился, потерял страх, тоже веру потерял. Баланс нужен между надеждой и страхом. Пожалуйста, братья и сестры, делайте дуа за меня, я сделаю дуа за вас. Кстати, вопросы какие-нибудь есть у вас по теме? Важные вопросы по теме вышесказанного. Да, спрашивайте. Ва салям. Да воздаст вам Аллах благом. Важный вопрос. Я сегодня говорил о молитвах. А брат спрашивает о лекарствах. Сунной пророка является принимать лекарства, чтобы вылечиться. Если врач прописал вам лекарства, вам нужно их принимать. Это сунна. Это будет неправильно. Ограничиться только молитвами и не лечиться. Да, посланник Аллаха Ибрагим, мир ему, находясь в огне, обратился к Аллаху и огонь не вредил ему. Но это было чудом от Аллаха. Если ты не живешь так же праведно, как пророк Ибрагим, то создавай причины для исцеления наряду с чтением дуа. Да, конечно, если человек очень близок к Аллаху, то он может просто фатиху прочитать на воду, выпить и выздороветь, хотя и такие люди лекарства пьют. Если у вас такая же сильная вера, можете пробовать и без лекарств. Вот история. Как-то раз сильно заболела жена моего шейха. У нее вроде болели ребра, колено, и еще помимо этого ребра. И шейх. Рашид Рахман Фарух Сахиб, пусть Аллах благословит его. Пусть Аллах даст ему длинную жизнь. Всевышний Аллах много пользы принес нам через его усердие. Он сказал, что отвел жену ко врачу. Жена была полностью укрыта, и плюс ко всему еще и носила никаб. Лицо у нее было закрыто. Врач и говорит, ну, мне надо посмотреть ту область, которая у нее болит. У нее же были боли в боку. Что-то с ребрами было. И шейх говорит ей, врачу надо посмотреть ту область, которая болит у тебя. Она была дочерью другого большого шейха. Говорит, что? Но я хочу, чтобы вы понимали, так-то это нормально. Если, конечно, в этом есть реальная нужда. Женщина может мужчине-врачу показать любую часть тела, если в этом есть нужда. Так же и мужчина-женщине. Если в этом есть необходимость. Но у этой женщины была очень сильная богобоязненность. И она, несмотря на то, что это было дозволено, отказалась. В итоге ко врачу она так и не пошла и мучилась с этой болью года два-три. Потом боль ушла. Без лекарств. И шейх рассказывает мне, я, говорит, сказал ей, слушай, как ты терпела? Это ведь такую боль сильную доставляла тебе. И почему она прошла? Ты ведь лекарств никаких не принимала. Она говорит, я стала очень много читать молитвы за пророка Мухаммада. Говорит, салаллаху аля саидина унабиина Мухаммад и так далее. Знаете, есть красивый хадис, очень красивые слова пророка. Сподвижник пророка Убей ибн Кааб Аллах доволен им. Рассказывает, что он сказал ему, о посланник Аллаха, я бы хотел побольше молиться за тебя. Хадис приводит Насаи и Ахмад. И посланник Аллаха сказал, можешь молиться за меня сколько хочешь. Он сказал, о посланник Аллаха, если я буду молиться за тебя четверть всего своего времени. Пророк сказал, молись, если желаешь. И посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, но если ты прибавишь, это будет лучше для тебя. И тогда Убей ибн Кааб говорит, о посланник Аллаха, а если я буду молиться за тебя половину всего своего времени. Посланник Аллаха говорит, молись, если желаешь, но если добавишь, это будет лучше для тебя. И Убей ибн Кааб сказал, о посланник Аллаха, я стану молиться за тебя все свое свободное время. И тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, «Тогда все твои печали, все твои тревоги и грехи Всевышний Аллах заберет». Вот так сказал посланник Аллаха в хадисе Ахмада. А по версии НАСА и ИТИРМИ он сказал, «Все твои тревоги Всевышний Аллах заберет». «Тревоги как мирские, так и тревоги вечной жизни». На основе этого хадиса можно сделать вывод, что если много возносить мольбы на посланника Аллаха, Аллах избавит от тревог. Знаете, интересный случай был. Дочь пророка Фатыма попросила у своего отца, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, слугу, чтобы он помогал ей по дому. А пророк вместо этого научил дочь Зикру словам поминания Аллаха. Он сказал ей, «Перед сном говори Субханаллах 33 раза, Альхамдулилях 33 раза и Аллаху Акбар 34 раза. Это для тебя будет лучше, чем слуга». Этот хадис у Бухари и Муслима. И Фатыма рассказала, что выполнение домашних дел стало для нее легче, когда она читала этот Зикр. И вот еще касательно приема лекарств. Иногда врачи прописывают антидепрессанты. У них есть побочные эффекты, так что будет лучше, если вы будете справляться со стрессом без них. Через вот эти молитвы, о которых я сказал в этой лекции. Эти антидепрессанты могут сделать вас заторможенным. Они могут вызвать привыкание, у вас может нарушиться сон. В итоге проблема была одна, стало две. Было две, стало три. Можно как-то естественным образом поднять настроение. Шейх Ашраф Али Тануи однажды сказал, да помилует его Аллах, он дал совет старикам, у них тревог больше. Они иной раз могут быть очень угрюмыми. И Ашраф Али Тануи сказал, им две вещи помогут. Первое, это сбережение. Когда на кармане есть что-то, это успокаивает. Какие-то накопления. И второе, это общение со внуками. Это тоже успокаивает. Они вызывают улыбку. В них находят утешение. Балуют их чем-нибудь. Вот бабушка моего первого сына очень его баловала. Ее уже нет в этом мире, да помилует Аллах ее душу. Она давала сладости ему. Мне это очень не нравилось. Потом у нас с женой появилась дочь, хвала Аллаху, и я сказал, пусть балуют. А почему? Я говорю, ну потому что состаримся, так же будем делать. Пусть насладится. Она больше не увидит цикл жизни. Она хочет побаловать внучка, не мешай, пускай балует. Себе на радость. Потом мы будем дисциплинировать ребенка, как себя вести в нашем доме. И крайнее, о чем я бы хотел вам рассказать, хадис. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто будет много просить прощения у Аллаха, Аллах все проблемы решит. И вот казалось бы, да, интересно, покаяние это ведь не дуа, человек не просит чего-то мирского. Но пророк сказал, что Аллах решит и мирские проблемы. Во-первых, поминание Аллаха, викр, это тоже дуа. Это тоже обращение к Аллаху. Суфьян ибн Уяйна, да помилует его Аллах, сказал, разве вы не читали слова Аллаха из священного хадиса. То есть, когда Аллаха первого лица говорит. Кто будет занят поминанием меня так много, что у него даже не будет времени читать дуа, просить у меня что-то. Я дам ему больше, чем тем, кто просит дуа у меня. Если вы постоянно заняты поминанием Аллаха, Аллах даст вам даже больше, чем те, кто просит у него дуа. Вы Аллах поминаете, у вас даже нет времени дуа попросить. Аллах вам больше даст. Еще какие-то важные вопросы есть? Только важные. Так, брат спрашивает, как себя контролировать? По этому поводу хотелось бы привести хадис пророка из сборника Тирмиви. В нем сообщается, что посланник Аллаха научил нас намазу хаджа. Пророк сказал, возьмите омовение, как обычно берете для намаза, и после намаза в два раката произнесите молитву. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Он одаривающий, снисходительный. Аллах Господь великого трона, причист от любых недостатков. Хвала Аллаху, Господу миров. О, Аллах, прошу Тебя, даруй мне свое милосердие, прощение от доброты своей. Защити меня от всех грехов. Не оставляй за мной непрощенных грехов. Не посылай ему довольству. О, милостивейший из милосердных. В хадисе говорится, что посланник Аллаха сказал Абдулле сыну Ауфа, что если человек хочет что-то получить из дозволенного, естественно, ему надо совершить омовение, как обычно для намаза, совершить два раката намаза и попроси у Аллаха. Так, ну, думаю, достаточно. Да воздаст вам Аллах благом. Сейчас я сделаю благословение нашему господину и нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. О, Аллах, о наш покровитель, ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь обо всех тревогах каждого из нас. О, Аллах, мы взываем к твоей милости. Помоги нам. Прояви к нам милосердие и безграничную щедрость. О, Аллах, нет ни у кого силы и мощи, кроме как от тебя. О, только ты можешь устранить наши тревоги и печали. О, Аллах, на все те молитвы, которые я произнес в этой лекции, мы говорим Амин, да будет так, О, Аллах. Господь наш, устрани все наши проблемы и сделай так, чтобы твои испытания приближали нас к тебе. О, Аллах, сделай нас самыми приближенными твоими рабами. О, Аллах, дай нам высший рай. Джанна Тульфирдаус. Чтобы мы были рядом с пророками в раю. О, Аллах, помоги нам увидеть истину, которая заключается в том, что все наши проблемы это ничто по сравнению с тем, что ты даешь нам. О, Аллах, не оставляй на нас ни одного непрощенного тобой греха. О, Аллах, дай нам то, о чем мы попросили и то, о чем мы забыли тебя попросить, что является нужным для нас. Мир и благословение Всевышнего Аллаха пророку, его семье и всем его сподвижникам. Амин. Да будет так, о, милостивейший из милосердных. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok